В моем лексиконе больше, я думаю, не будет встречаться. Я исключаю это. Только касается соединения неба и земли, когда все потрясается на молитве. Это молитва. Одним словом выразить, это молитва. Это я вам расскажу, когда вы... Так мы везем материал-то какой, его попутно выставляют на интернете. Алло. Алло. Если он тебе, добрый день. Добрый день. Это Егумен Кирилл беспокоит вас. Отдавайте, это Кирилл тоже. Отец Леонид, тут Владыка, мне звонил Корнилий, хочет встретиться с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Вот. Он вернулся из поездки миссионерской по Европе, сейчас находится рядом со мной на приходе. И хотел бы согласовать день и час, удобный для владельки, для этой встречи. День только сегодня. А там никто не отвечает. А у Игнатия только сегодня возможность. Один день. Он уезжает на Алтай завтра. Только сегодня. Хорошо. Я в Украине сандарца Санкт-Петербург. И помню за звонок. Спасибо, Господи. Да, спасибо, что он пожелает. Прекласси вам. Я сейчас на пересек. Да, хорошо. Я попробую. А как тогда мне перезвонить вам, да? Просто трубку. Непонятно, как ему. Он будет звонить или мне звонить. Это отец Леонки, вы знаете? Из-за Викого Зои. Мы встречались. Там вот я относительно вашей книги. Все остальное это. Вы просто не увидите больше свою книгу с такими украшениями. Надо посмотреть их. Да. И на что вы обратили внимание. На что вы обратили внимание, я сейчас принесу, пока она слышит. Давайте, давайте. Просмотрели ее. Давайте. Сейчас я на людей позову. В обед вы не будете у нас 2 чта? Я не знаю. Мы сейчас утром перекусили их немножко, чтобы сделали. Вземте знал. Отомщай хлеб, товарищ. Тогда за чаем мы говорим. Да. Тогда побежал за книгой. Да. И в трапезной проходите. Выдушек никуда у меня не ушли. Я подойду. Так. Я уже встречал. А, отлично. Так относительно померто. Сейчас. Такой проработки, как у вас нет. Некоторые просто, ну, чтобы после легче было найти. Ага. Да. Это так, ну, видите, там большие такие, у нас, кстати, у меня знаки, там вопросы. И с намеком то, что будет возможность вам задать вопросы. Где Христос? Многое лето борцу за возрождение Великой России. Молит в них. Где же Христос? Больше в этом. Ну, представьте, как я выехал и вернулся. До последнего дня все считаю ваше книгу. Вернусь опять, пересчитаю, посмотрю. Почему? Попросите на знак. Что тут? Колокольный перезвон. Ну, да. Все выражается. На что обращаете вы внимание? Обратил ли бы я на это внимание? Подход? Не взору. Я 30 с лишним его роликов разобрал в интернете. 32, кажется. Да. Как вы? Да не взору, к нему совершенно неправильный подход. Несмотря на вашу мягкость. Я бы так сделал. Ну, я, то есть, не имею, говорится, у кого будет больше этого разорка. Значит, Чаплина, самых тех, которые при нем вставали. Они тогда кричат, смотрите, а эти черные, это демоны, убегают одеты, боятся невзорова, святости его. Этого абсолютно нельзя делать. Встреча, явился невзором, попы соскочили, побежали. Глупее, унизитель, ничего не забыло придумать. Для себя, не для него. Нужно было бы так. Собрать. Самые такие, которые им занимаются. Заранее предупредить его. Так, вы желаете наедине побеседовать где-то? А потом это вы можете заснять, а потом отдельно, чтобы нам никто не мешал. Вы, в том числе, и далее, Александр Григорьевич, выскажите все, что вы имеете к нам, в православной церкви, и от самого начала, как он берет где-то. Мы это все запишем и теперь рассмотрим в самом высшем уровне. Враги нам лучшие друзья. По отношению его так не смотрят. Он высвечивает то, чего не видят академисты, не видят интерполиты. Несмотря на то, что он говорит, он за все это ответит. Он оценку дает нам ту, которую ни один наш доброжелатель не дает. И мы должны совершенно серьезно подойти к этому. Я уже сколько об этом говорил. Просто собрать самых тех, которые, ну, конечно, не пузатых, которые сидят там, говорит, солопаются попы, чтобы выглядели нормально, чтобы какой-то там выступает, сидит вот таким пузырем, да, разве ну, на лидер, какого выставлять попало. И далее, скажите, вот это говорили, с какого века это было, подробно все, а можно заранее ему позвонить, чтобы он подготовился. Не к спортом там это было. И далее доложить это, по благословению патриарха, чтобы, может быть, дожили митрополиты. И далее разобрать специальные комиссии. Разобрать так, как есть критический голос по отношению к себе. Я напоминаю вам. Второе параллель поминон, запишите. 25 глава, 16 стих. Пророка послал Господь обличить царя. 25-16. А он не принял его. А кто тебя ставил надо мной и дальше? И он тогда отошел, пророка говорит, я понял. Бог решил убить тебя. Вот под этим находятся компартии и старобрядчество, которые вообще не принимают. И патриархиент. Свой адрес. Ничего не принимает, то, что не нравится. Это означает, стагнация достигла предела и начался необратимый процесс разложения. Где это такое в Писании или где нашли, что в мой адрес не должно быть сказано то, что мне не нравится. Где? А 40 раз, Господи помилуй, о чем мы говорим. Грешный, многогрешный. Или видим анекдоты, как самый многогрешный. А настоятель проверил, встал в дверях-то его, в столовую. А ты куда идешь, как в столовую? Это все святые братья, а я с чем боже других. То есть чашка, горшок с кашей, его поставили на место. Вот с Александром Глебовичем разговор на этом уровне надо вести. Это что, ко мне претензий не имеет никаких. Все, что он бьет, почему он бьет, у меня этого ничего нет. Но он издевается над... Это не трогаем, это не трогаем. Другое, когда он показывает, как это было, где взято, у него в его словах столько соли, что нам нужно разбавлять. Кроме яда. Мы это разберемся, но пусть он выскажет все, не ограничивает его. Но мы-то после этого комиссия работаем, я имею в виду вы. И тогда вот это вот действительно, он не вернущий, это по-другому. Ну а теперь, когда слив этой информации был при нем, а он там 6-7 летний сидел, читал, а приходили там с химонахи и прочие наставители монастырей, сливали информацию, ведь это все было, это никто не скрывает. Комиссия, в которой работал Глеб Якунин, то есть что подтвердило? Его спросили, а что старое обрядчество не сотрудничало, начиная там от Олипия, дальше показывает, там от Иосифа еще больше нашего. Ну, время было, но это не во времени дело. Это в человеке. Я говорю, мне ни разу, нигде не было предложено сотрудничество. Или насчет этого добились два. И Глеба Якунина, и Зуи Карахмали, кого я знаю, всем такое было. А почему? Первую минуту он меня допрашивает, и я ему сразу свидетельствую о Христе. Я спрятался за Христа. И он боится отнуть, он не может меня задеть, он только в Христа должен отнуть. И Солженицын, когда Ветров дали ему кличку, и первый раз запрашивать, он сказал, я не могу. Почему? Я умерла. Я христианин. Ну, ты же советский человек, он говорит, я христианин. Он спрятался за Христа. Вот это образец. И засохло все. Он покрутился, следователь. Ну, можете меня убить, вы и этого не получите. Разговаривать с ними нужно вот в круге первом. У Солженица фильм поставили. Когда заходит, а в вакуум, сидит министр внутренних дел. Он зашел, сел. А почему вы сели? Вы знаете, кто я? Там начинают. Знаю. Я китайский мудрец, говорит, сидеть лучше, чем стоять. А еще лучше лежать. Да вы как разговариваете? А по-другому будете разговаривать? Я вообще с вами разговаривать не буду. И министр сел, перекосился. Он ему нужен. Изобретение этого, которое определит голос. Кто же это там по телефону звонил? То есть всегда нужно увидеть свою нужность перед ними. По-другому будет, как жили на костыль у Льва Толстого-то. Вы вообще копейки с меня не получите. А тот сидел, гнил, гнил, костыль им все эти выкупы. Это выкупили полуживого. А этот концерт все-таки бежал. Лягушка в крыльке. Ну, расшевелиться. Нам сейчас есть что сказать. По вашей книге это только вы можете задать вопросы. Прямо по темой даже не рассматриваю ничего. Вот это тема. Является ли религия врагом науки? Да. Любой вопрос мне можете задавать по своей книге. Смотрите. Первый, вот вы коснулись. Невзорова. Необычный подход. Матюшка. Невзорова. Совершенно новый, необычный подход. И я его не выдумывал. Я только встал в его ролике. Я его роликов, не знаю, сотню даже посмотрел. Я пришел к выводу человека. Этот очень полезен для церкви. Очень. Ко мне можете не прислушаться. Вы это опомнитесь, когда уже пройдет, его не будет. Людер говорил папе, когда меня не будет, вы поймете, как вам меня не хватает. Вам никто, папа, не скажет правду. Только я сегодня это говорю. Меня вызвали ему в патриархию, которые недовольны. Вот они берут, допустим, к истинному православию, и там я перехожу в московскую патриархию. Я говорю это не о патриархии, а о переходе. Этого нельзя говорить. Люди не понимают, а сцепляются за эти слова. Куда переходить, когда никаких границ нет, никаких требований нет. Порог перешагнул, рот развернул. Все. Мусульманам надо. Надо отрежься, надо принять обрезание. Здесь ничего не надо. Мозги по стенке. Ни крещения истины, ничего нет. Переходить нельзя туда, где нет условий. Переходы. Просто шагнул и перешел. В конце там, вы видите, это я. Да, много вы пропустили. Это я прочитал, не стал даже. А просто просто... Согласен совсем и не стал. А вот дальше, когда вы видите, уже начинается здесь разно... Церкви поместные, православные. Да. Тут прямо сплошь идет. Мое. Насчет моих условий для проживания в Белгороде. Так, отец Леонтия... Нет, отец Сергей. Как? Да полфанцами. Так, дальше сейчас все. Говори. Алло. Алло, алло. Я здесь. Смотрите. Меня особо показывает. Это требуется обратить внимание. Это не воспользование. Что еще по Сербии скажете? Вы имеете в виду Рострогородский? Про Сербию. Сербии, Сербия. Сербия. Ну, Сербию. Про Сербию вообще говорят неправильно. То есть не говорят, что нужно совершенно. Что ваши пометки, Игорь, значит? По Сербии. Как пометки? Ну, вообще, смотрите сами. Кто ожидает и Россию? Вот, я пометил, что абсолютно правильный подход. Потому что покаяние мы в Сербии были в прошлом году. Покаяние не почувствовали? Никакого. Ничего там нет. Нет, это ожидает Россию. Вы абсолютно... Кто там говорит, это абсолютно точно. Другого оно не может быть. Мина замедленного действия. Вот Кавказ, Москва. Это у вас все рассуждения. Но я вывод делаю другое раньше. Нельзя рассматривать сегодняшнее без рассмотрения того, что привело к этому. Я вам говорил в прошлый раз, эта музычка расстреляна. Почему они говорят, что привело к этому? У них вся семья репрессирована. Три дяди погибли в ГУЛАГе. Вы его сделали таким. Вы выписали его, но он не стал попрятаться-то. А он решил бороться с вами. И теперь вы в нем увидели лютого врага. Так вы его сделали. Россия может быть опорой? Не может. Для себя не может быть опорой. И с Россией покончено. Мы просто должны... Ну, де-факто, без всяких предисловий, без всего... Мы проросли и слишком много ездили увидели. Ее такую гнилосоломлю на сложение царя, даже Чингисхан не стал возвоевывать. Ничего нет. И это естественно. И сегодня монархически... Да вы погубили, папа, вы погубили царя. Вы знали, какой он? Чего же вы заигрываете? Почему ни один не стал, не сказал, как Амель? Я думаю, что все, когда вот это делается, это безмолительное состояние. Не может Бог в таком состоянии держать и тех, кто пишет это, и нет. И вот в Астрале, кстати, здесь, Матюшин этот, и Романах, Романах. Стонущий на болоте. Вы стонущие возле Храма Христа Спасителя. Непрерывный стон. И идет. А выхода-то не видите вы его. То есть вы все еще пытаетесь затормозить падающего сотого этажа или катящегося с горы с камнями вместе. Да вот так еще будет, да у России ничего этого не будет. Ни с чего быть. Это жезл Божий коснулся. И нужно это принимать, когда у вас хорошо сказано здесь, благодарение открывает нам двери к приему нового благословения. Это мы все время благодарили. Настолько непонятно, настолько страшно с нами произошло. И братья-то еще до конца мои не понимают это. А я это уже не избуду до смерти, на счастье, что с вами было. Это необходимо. Его милость слишком велика, чтобы так быстро понять. Элладу пропустили. Албанию, Польшу пропустили. Чехию тоже. Это еще она мне дала. Америку. Я взял кое-что статистику. Адвентисты тоже пропущены. Нет, нет, я прочитал их уже два месяца. А нет есть? Нет. Нету, потому что согласен. Никого с бородой не было? Нет. Дело в том, что ваш мягкий этот тон, все мне очень нравится. Как есть. И потом иногда мы заканчиваем... Я не мимором. Да, ваш разум как бы удерживает вас дальше. Я бы до конца сказал. Даже о вакууме бы. Ну, у него такие нетолерантные выражения, что я даже не решился напечатать. Это зря. Не надо корректировать, тем более человек мученический ум. Я просто не упомянул, не корректировал. Не упомянул, но другие не имеют доступ пока такие. И вы должны были показать эти места. В этом просто пропуск. А вы надеялись, что там-то где-то что-то, вот эта обмятка ваша. А вас, с любими баптистами, ничего нет? Нет. Нет, согласен. Я согласен, вы как говорите, что... Ни одной пометки. Ни одной пометки нету. То есть полностью согласен. Я просто прочитал и порадовался. А пятидесятники... А пошло... Удостоились. А вот они. Я пометки маленькую. Очевидно, что это дар Божий, говорение на иных языках, гласолалии, было бы словом неопоходимость активной проповеди христианства. Да. А сейчас это бесснование. Бессмысленный бред. Бесснование. Не просто бессмысленный, бесснование. Я свидетель, я годами был сиди них. Вот нынче несколько харизматических руководителей у меня пришли через сторону, стали православными. У меня доступ к ним есть открытый. Мы были в Венспасе, где я обратился к дому. Нашли то место, там другое учреждение, там стоматологическое, но молитвый в аптестский дом, вот это все заснято. У нас огромный материал, потом будет выставлен. Митрополит звонил, он говорит, читаю книгу вашу, изучаю, много для себя полезного, интересного. Корнили. Конечно. Он все четыре мои книги читал. Вот у вас данные, это такие, которые я нигде не видел, я подчеркиваю, вот у статистик. Батюшка, отец таким болел, как-то был, я говорю, ты мог бы написать, как отец Кирилл? Вот он лежал, болел, забыл, я пошел, куплюсь, там, конечно. Заводится с полуоборота. Да. Истинно так. И 50-ти. Я для того подчеркнул, что это я полностью согласен. Заводка идет сразу. Да. И хорошее выражение, метки, и все. Но не договоры, у вас не договоры, я до конца не могу вас понять. То ли вы не знаете, или хитрите тут. Просто, я вам в прошлый раз говорил, грубо говоря, на Крыжовниковом, вот о засохшем поле, в Берсеневке, закрутили людей. То ли от масона, по те с Кирилл, это или он сам все это выдумывает. Наконец, видя вашу искренность, понимаю, вы такой и есть. Беззаказно работаете. Говорите. Но наступает момент, когда потребуется сказать до конца. Вот Андрей Кураев это сказал. Когда, знаете, говорит ему, наплевать на все, что о нем думает, и говорят. Главное Писание, это закон. Вы это тоже подчеркнули. А для меня не наплевать. Мне важно, что обо мне подумает, скажет, что мой епископ скажет. У вас это тоже есть. Хотя вы не пишете, но смысл в простой. То есть я с оглядкой, да? С оглядкой. А Дух Божий не может трудиться в полноте, там, где Дух Господень, там, Свобода. Я вам показал. Дух Господень, там, Свобода. Запомните это. Вы талант до конца своего не раскрываете. Почему? Если бы вы были сейчас, ну, как-то отец Сергий Каннабас сказал, вот если вас сейчас всех ватные брюки одеть, да на соловки сослать, вот вы бы с Игнатьем заговорили тогда, как должно. Я-то говорю в полный голос, какой он у меня есть. А вам все время надо смотреть. Ну, вот этот знает, пишет, стихотворение хорошее, я у него взял роман. Но он стонет на болоте. Он не видит совершенно выхода. Все ему, белые купола, кладбище. Об этом я сегодня говорить, когда страна в кладбище превратилась. А живет ли это поле сухих костей, языки ее говорить? А живет ли? Выхода никакого нет. Мы должны признать, вот, и в этом деле Невзоров, Александр Григорьевич, оказал бы, просто неоценимую помощь. Там у него легко отсеять, где его перехватывать. Но есть просто само название говорит. Там серебряная голумаша, там вот такие. очень сильно, но на них я дал уже ответ. Вам готовы только надо брать теперь. Митрополит Лавр. Иларион Троицкий. Кое-что просто информация, а кое-что, что ждал бы, чтобы задали вопрос. Образительный знак, о значении монастырей. Он пишет, говорит он, что монастырь на Руси собирает все самое чуткое, самое нежное, восторженное, самое углубленное из русской нации. Об этом писал Федор Михайлович Достоевский. Не выйдет ли спасение из монастырей Руси? Оттуда выйдут люди чуткие, духовные, углубленные, которые будут нести свет нашим гражданам, жителям нашей страны. Ничего нет, Бастик. Дух и прах. Ничего этого нет. Это выдумка. Достоевский ничего этого не знал за игральным столом, за рулеткой. Он не видел. Монастыри, давайте что, мое выражение. Монастыри, монашество в том виде, в котором оно есть, принесло зло сто крат больше, чем мусульманство, масонство, атеизм. Вместе взятое монашество принесло зло больше. Почему? Потому что туда шло, как вот здесь написано, сильное, смелое. Это Сидорова книга вышла сейчас, видимо, по благосостоянию патриархов. Самое ценное высасывали из народа и гробили за стенами, не давая потомства. У Пахомия 11 тысяч монахов. У Пахомия великого. 11 тысяч мужиков заблокировали. А рядом монастырь, там Тавенесси, 3 тысячи монахинь. И умирают они, и она не знает, как постель свою постелить. Там булыжники кладет, пепел сыпет. Зачем он туда забрал-то? И вот однажды ему видение, видение, это в Житие Святых у Дмитрия Ростовского, несут они к хворост, монахи. А батюшка, это нужно будет где-то по минуте. Смотрите, и вдруг он хворост уронил, на него смотрят, как Серафима, когда выводили, он в прострации из алтаря, и стоит, поднял руки, братья все заново, что с нашим ау? Не вовлю, и наконец-то пришел в себя, пустил руки из-за плаха, и упал. Господь показал мне, что делается в монастырях. Это глубокая пропасть, где ни единого лучика нету. И они сталкиваются друг с другом лбами, бьются там, и пытаются вылезти, и только единицы, едва-едва вылазят. Но не говори, чем это закончится. А я только добавляю, не ты ли столкнул их туда, по хоме. Даже не может сказать, Дмитрий, а то вы затеяли. Какое монашество? Какие монастыри? Когда Господь сразу сказал, идите по всему миру, идите, не сидите. Сидите на одном месте, это только 10 дней. Монастырская жизнь кончилась. Она в течение 10 дней. И сойдет на вас сила Духа Святого. И для чего? Чтобы были мне свидетелями. Свидетелями. Какой свидетель, когда они сидят, выйти нельзя? Разговаривать между собой нельзя? В столовой говорить нельзя? С посторонними нет доступа? Полученную посылку нельзя распечатать, или видишь? Более тоталитарного режима мир не знал. Это хуже ГУЛАГа, хуже эгитаризма. Я подлинный, который настоящие эти уставы считал Лени Диктова, Селия Великого. Они человеконенавистнические. Они безбожные. Они просто антихристовые. И все это приписывается Богу. А Бог сам не знает, от кого это Антоний. Приходит, а ко мне приходил Ангел. Приходил? А Павел тофигельский то есть. А ко мне не приходил, а почему? А как он выглядит? Опять проходит время. Приходил Ангел, разговаривали. А ты убедился, что это не сатана? Нет, не убедился. Так пошли. Пришел, живет неделю, другую келью рядом построили, второй месяц. Не является этот контактер? Нету? И это все записано, записано в житиях. Так в житиях-то записано может быть сотая или тысячная доля того, что с ними было. И он не знает, кто это был. И приходит Ангел и начинает ему какой-то скуфьюши. Ангел больше заниматься нечем. Да, Ангелы, когда являлись, ты открой Библию, посмотри, Ангелы являлись. Чем они занимались? Они показывали путь к небу, лестница и акру. Разве они уставы какие-то составляли? Что есть, что пить нам? В гороховую колбасу лопать? И это все потом припишется Ангелу. И не просто так, от Бога, откровения. Да какое же это откровение? Откровение одно. Если откровение было апостолу Павлу, явился македонянин и сказал, приди к нам, не сиди, приди к нам и помоги нам. Почему теперь видения почти другие? Почему об этом не говорите нигде? И вы не говорите. Вы в русле течете с ними. Конечно, я всем подтверждаю отца Кирилла Сахарова положение, прощное, хорошее, но не договоров массу. Игнатий Игоревич, можно вам переставить один пример? Давай. Вот смотрите, 25 лет наша община занимается миссионерская деятельность в глубинке в нескольких регионах России, где мы пытаемся возродить в жизни порушенные храмы, дать толчок, чтобы зажлись лампады в этих храмах руинированных, и есть определенный успех. И чем мы встретились в этой глубинке? священники семейные настолько заняты своими делами семейными и прочими, что практически рассчитывать на то, что они поднимут десятки этих храмов не приходится. Мы наблюдали сцены такие, что ну приехал на 10 минут отслужил и уехал до следующего года. А вот допустим, я как монах, опираясь на группу своих прихожан, мы значит днями и ночами там пахали, пахали его во всех отношениях. И в плане реставрации, в плане значит работы с людьми, уставных служб, проповедь и так далее. То есть глубоко старались рыхлить. Вот пожалуйста разница между возможностями монашествующего и белого священника. Отвечаю. во свете Библии вы ничего этого не найдете. Поклонные кресты ставят, поклонные кресты только собака побежит помочь это больше ничего у них нет. Теперь пили кресты спасай Россию. Новый лозунг. Валят их. И то, что храмы восстанавливают, мы ехали столько порушенных храмов, они ничего не дают. Идите пропадать Евангелие, не строите и восстанавливайте храмы. Это ложный путь. Время уходит драгоценное. Сколько мы здоровья там вот пахали как раб на галерах, как Путин говорит. Параллельно все. Я говорю сейчас параллельно, но только на это у вас одна десятая даже не уходит. Все остальное идет туда параллельно. Идите по домам ежедневно собирались. Почему они не строили ничего первоапостольские христиане? Потому что нужно до края света было донести благовестие. Вот одобре. Заметьте, появилась возможность сектантам из-за границы приезжать. Сколько сектантов? Каких? И после каждого уже кажется они завершили здесь образовались, зарегистрировались, новый появляется и опять подбирают. Кажется все высосали из наводу, новый и опять набирают. Чуть-чуть что-то. Программу надо менять немного. Этот сценарий переписывать. Вот это вот. С людьми поговорили как он будет. Дал ему Евангелие. Так он пойдет в храм? Не пойдет. Вот я вчера работал приехали в хозяйской дочке. Девчонка маленькая 6 класс. Но она ничего еще не знает. По-моему хус варили. Мат отряда на сауне сняло что будет там брат дал яблоко другое. Дальше я распечатаю пачки раскладываю. А ты Эвелина звать ее. Она видимо по отцу Леонора жена Эстолис. И с ней говорю что мы делаем. она в это время бумагу собирает помогает в мешок. В это время я потихонечку начинаю в ней севать. Кто такой Господь? для чего живем? Что означает красота в мире? Какой тут монастырь живое рядом общение брат подальше маленько копается ну так получается в Эстонию заехали у нее ребятишки хорошие видно ребятишки такие не уличные но подходят пацанинок кирилл звать я не знаю в школу ходят уже а я не буду мешать вам если буду играть мне даже голова не сообразила играть я думаю играет на скрипке да нет говорю а я пишу куда материалы оставьте игумену Никите другого то поднял у него компьютерные игры я маленько переговорил с ним он выключил а на экране так как компьютер матерь образ божьей матери а мать расположенная с ней стали говорить вы под покрышкой это делаете и что такое игры и ребятишки двое с ним начинаем говорить мы не в храме ни день будет подготовки никакой нет я зашел в этот дом я должен оставить свет не считая то что я оставил материал главное это общение с ними и она полностью сразу переоделась подошла там сфотографировался попросили а не попросили такое дело им нужен живой Христос общение со Христом не с нами ищут вы хорошо подметили где-то я говорил дать место Христу вот храмы храмы перехромались уже совсем не повелевал этого Господь а по домам дома в которых мы живем и собирайте я приехал батюшка вы знаете я в Суворов в Туле хороший батюшка колокольню закатило не знаю под миллион наверное ужас какая он меня увидел там огнял я сейчас как антиерей в Туле в Туле в Туле трезвон большой зал вот такой вот батюшка если бы это здесь были баптисты наполнили его сегодня сегодня были бы занятия идите по всему миру идите зовите сюда и не надо трапезы никакой картошка я даже сказал картошку смотрите картошку в Москве деликатес ну хоть я деликатес заказал по-сибирски нужно живое общение со Христом и друг с другом чтобы человек понял что такое молитва вы спросили что самое большое это молитва в Турции была когда мы 12 часов стояли молились на всем народе поднимали руки опускались идут туда и сюда на таможню в мусульмане вы посмотрели бы как когда повернулись молились в это время с двумя чашечками которая сидит там чай подошла и дает турчанка пить мы видели люди которые нас там уже окружили там взят 600 евро мы только молились я сказал братья никуда не отходить и молились и на завтра нас выпустили без какой без копейки 12 часов мы там простояли Турция для меня это ну то что где человеческий элемент не вмешивается дали место одному Богу и Бог так сделал не было ни одного практически кто был бы против они просто люди эти как бы стали другими а вы знаете после вашего отъезда мальчик я не слетам на колени нет вы садитесь вы же сейчас надо чай вам пить да ладно значит только хочу сказать после вашего отъезда несколько десятков таких вот листочков которые я записывал за вами были разобраны примерно на пяти чаепития значит я подробно все пересказывал вот и потом все по кругу высказывали свое мнение свое впечатление то есть мы посвятили несколько часов несколько часов анализу того что вы тут наговорили вот все это было детально проанализировано детально ну и что какие там были несогласия большое мне интересует именно несогласия ну вот народ будет в обед услышите ну я на самые простые ваши вопросы которые спасили главное это молитва и главный момент то все самое большое то что называют это потрясением это вот к этому отношу ну а далее когда мы среди дороги лес двух сторон в Швеции и мы одни и мотор на нахто встал ни выхода ничего и мы тут вам позвонили как раз в это время и вы сказали всем на молитву становиться ну где-то в это время может было но только как это было мы можем сказать это Бог а сидел бы я дома или в монастыре никогда ничего этого не было одно дело за мной машина приехала взяла и я еду с грузом и выхода никакого нет только встать все бросить и уйти и вдруг Бог начинает делать так откуда-то люди и вдруг появляются русские где нас привезли и дают совет который единственный верный совет представьте что 200 километров нас потащат на эвакуаторе это вообще в какое место тут 150 километров до порта дальше переплыли 14 часов плывем там уже эвакуатор ждет из Калининграда подхватывает в Клайпеде везет и там люди какие специальный человек его Дмитрий звать он его дома не было он в Испании Булкин это он оттуда руководил и мы ни разу не встречались он только узнал про меня в прошлом году и у меня не хватало для поездки 150 тысяч а он нашел там обращение по изданию книг я говорю я уже издал книги больше я не касаюсь на что-то вам деньги должны я говорю поездка у нас никогда в глаза не видел что вы тут написали что это значит мы сейчас должны были англопатышкой подразделить собором города сочлено немалым доходом до сих пор не восточность устроит богчистерию только точно вы понимаете и такими точными мазками словами мазками да все это выражено я показал первое крещение ну и вы так могли догадаться что здесь мы смотрите сколько да никто так не прорабатывал я говорил я это сначала смотрел и представлял что я буду у вас здесь если бы было время и вы бы заранее просто по тематике вот допустим заголовок а подробности тут вам не надо я сказал видите какие тут знаки разные это у меня такая система работает я скажу что с книгами с вашими я работаю даже редко можно сказать с какой книгой так внимательно все пересчитываю но вы увидите что вы мимо не прошли очень много метких заметок и людей есть но недоговоренности вот эти вот этот стон а погибших не надо нужно принять как данность и благодарить вы сами же говорите благодарить и тут же опять застонал пошел как вам где-то надо рядом с этим матюшевым и романахом романом на болоте уковать ну вы там на берселевете стонет и не договаривает стонет и не договаривает не договаривает вот когда он все все увидел ну почему дальше то не сказать вот допустим смирнов отец димитрий смирнов говорит мусульмане ближе ко Христу нежели православное когда он наступает как бабушка такая говорит я иду в храм там меня подведут мусульман не берет ты мне мать едешь по раму а русский возьмет я говорю он не договаривает то что ты такими сделал ты жестокими бесчувственными немилосердными он не договаривает что главное это вина в нем почему я всегда говорил в университетах везде еще перестройки даже только началось что если будет суд за гибель России будет суд как Нюрнбов то на первой скамье подсудимых будут сидеть священники учителя те кто имел доступ к сердцам народа это справедливо это необходимо для ощущения они просто так сегодня провозгласились святая Русь никогда бы святой не была это фальшь вот у меня стихотворение святая Русь когда была святая скажи ты дату срок имена во свете Библии патетика расстанется останется вино вина война хватали все от севера до юга до порта Артура оск у островов все подгребли саму тайгу и в югу и расплодили нехристи и воров кто хуже нас сокровища земные транжирит жжет и рубит по весне мы опостылили от века и до ныне прибалтики татарам и Чечне на наши земли вожделение зависть облизывая смотрит миллиард весь мусульманский мир там добровольца запись у нас отняет за счастье каждый рад о боже проповедников пришли служение Богу на родном на русском крещение духом водное в крови тернистый путь и вход уж очень узкий тогда исполнив веренной нам не Русь святая а герои веры в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы химеры это мое святотворение Виктор на музыку и играет надо услышать надо услышать что это значит это означает о святой Руси какая страница где прочитать обо мне вы упоминаете три раза ну это где вы говорите это какие-то темы темы которые я чтобы легко можно было находить а воцерковление более извини за выражение если вам не понравится более поганого слова дискредитирующего воцерковление да воцерковление вот которые слова вы можете себе где-то записать самые негодные которые нужно истребить воцерковление каноническая территория это антихристовые слова это не христианские слова что воцерковление двоеточие покажите есть уверовал и не уверовал зачем выражение библейское менять вот спиридон Тримифунский сидит а теперь в это время оба спятые он говорит и Христос сказал возьми водор твой иди а он сказал возьми постель твою и он встал и говорит ты что умнее Бога Бог сказал возьми водор твой там постель и встал и вышел оба спятые одно самое малое искажение оно уже нас уводит в сторону это вот поворот не туда не библейский подход не евангельское выражение и потом подмена понятий вы говорите подмена понятий а сами делайте это вы батюшка даже не знаете когда я дорогой был это я даже не делаю никогда сказал молитвами отца нашего отца Кирилла помилуй нас отца и ты молились на путешествующих не отъезжает митрополия пейте чай пейте чай отец Леонти позвонит какие планы сегодня планы прийти к вам ждать книги узнать ваше распоряжение и уехать мы даже рано покинуть мосту пока она не загружена машинами невозможно выехать и брат Николай выбирает кратчайший путь так а брат Николай помолится чтобы он поехал не слушать настроение чем приехал сюда потому что он для нас главный здесь но главнее это наша машина я в дороге таки разобрался скромный обворачивается на поиск места это находить без него просто мы не тронулись места ладно тогда выход на меня через Анну через Анну которая в гостиной сидит давайте приятного субтитры и